У меня не настолько образное мышление, у меня бумажечка, это ничего. Она и похожа. Это уже оно, да? Да, да. Это же просто с титулью. Да. Это титульный лист. Я поленился его рисовать. Так, ну что, вернемся от веселых тем к скучным, к импереям, к истории и философии. Да, стало быть, логическая революция, как его часто называют, связанная с именами Фреги и Рассела, корневым таким моментом имела преобразование в области теории суждения. И в первую очередь это отказ от субъектно-предикатной структуры ради того, что мы теперь знаем. У Фреги это толкование предикаторов как функции, у Рассела пропозициональные функции, но в обоих случаях оно случилось не на пустом месте, а было результатом достаточно длительной работы очень многих акторов, которое состояло в выделении, в выделении, ну то, что сейчас предварительно можно назвать пропозициональным содержимым, потом это придется уточнять. И дело в том, что то, что часто представляется спустя время как какая-то революция, которая произошла вдруг и как бы из ничего, если погружаться в исторический контекст, становится заметным, что так не бывает. По-моему, не только в логике, но вот с чем я сталкивался. Если Дамик писал, например, о Фреге, что фрегевская логика возникла как какой-то вот прекрасный корабль вдруг и из ничего на ровной глади, это было не так. То есть каждый раз наблюдается, что то, что воспринимается потом как революция, это там новизна составляет 10, в лучшем случае 15 процентов, а по большей части это очень удачная перекомпоновка элементов, которые уже были. Но все-таки это тоже великое дело, преуменьшать роль вот этих вот товарищей типа Фреги и Рассел я бы не стал, потому что удачная перекомпоновка, это тоже дело не такое уж и тривиальное. Вот. Но все-таки это перекомпоновка того, что уже было. Если новизна там составляет больше 10-15 процентов, а там 20 и больше, то человек воспринимается как немножко чудик, маргинал, его просто никто не читает. Вот. Даже Фреги, как мы знаем, долго он приходил к признанию, пока Фреги, Пиано, потом Гильдерки его не прочитали и не осознали, долгое время, из-за того, что там процент нарезны несколько зашкаливал, его просто не воспринимали и не понимали. Да, ну такой ключевой момент, на который я хотел бы сегодня, хотел бы осветить в историческом разрезе, это то, как в процессе развития логики в течение 19-го века происходило выделение вот этого пропозиционального содержания. Тогда, в начале 20-го века, это было осознанно как ритка психологизма. Вот. То есть отделение содержания мысленного от актов мышления. Вот то, что вот логика постоянно сосредотачивалась на этих актах, на действиях ума, на действиях сознания, действиях мышления, это вот один из ключевых моментов того, что стало кляниться как психологизм. А вот рассмотрение объективного содержания этих актов, вот то, что сделали Фрегги и Рассо, в том числе в области теории суждения, в общем-то, оно вот из-за этого и проистекало. Итак. С чего все началось? Медленно и чуть-чуть. О, а тут нет. Так, Логан Фридрик Герберт, человек не самый известный в истории логики. Он гораздо больше известен в истории педагогики, там это светило первой величины, в истории психологии тоже значимая личность. По логике он написал, собственно, не так много. Это краткий, собственно, краткий конспект. И достаточно подробная глава в учебном введении педагогов. Это вот сколько, под цитатами не обозначено. Вот. Ну, школа Герберта была, ну, вплоть до середины 19-го лета, она была очень влиятельной, но потом как-то вот растворилась. Ну, по крайней мере, в истории логики его сейчас уже не очень вспоминают. Но он осуществил такой существенный разворот, который был, все-таки, многими авторами подхвачен. И в конце концов, в конце 19-го века он у многих товарищей сыграл, сыграл громко. Значит, его обычно, как кантианцы квалифицируют, классифицируют, но он такой кантианец, кантианец-уклонист. Потому что в первой же своей работе, посвященной логике, он вот кратенько, ну, вот самая первая цитата, насколько могу судить, это первый прецедент, когда происходит отделение акта от его содержания. Правда, термин содержания он еще не употребляет. Оно, собственно, содержание появляется позже у других актов. Но он различает представление и представляемое. И логика у него занимается вот не актами представления, как это было. Ну, собственно, в логике нового времени оно вот к этому и сместилось. И даже в позднюю своластику оно уже очень сильно проникло. А в следующей работе, которая вот глава в учебнике «Видение философии», это мысли получают предложения и предлагаются более разъемки. Значит, и вот это вот представляемое, но там то же самое, но в более общей виде. Не просто представление, а мысли вообще. Мысли как деятельность, и мысли как мыслимое. И вот это вот мыслимое представляемое, он, собственно, и называет понятие. То есть понятие, это у него не процесс, понятие это данность. Логика работает, даже где-то логику так и определяет, что логика это наука о понятии. Ну, не вообще вся философия, это обработка понятий. Такой подход на тот момент очень несовременный. Мы считаем, что это начало 19 века, это жестко-немецкого романтического идеализма. В Эльтон-Шаунге, философия всего, артина мира, сустоянистической универсальности. А тут вот просто скромная и трезвая философия, как обработка понятий. Логика – это первая простейшая стадия обработки понятий, когда они делаются, должны быть сделаны ясными, о чем они. Ну, ладно, это я чуть-чуть отвлекся. Ну, происходит у него вот это вот первое разделение, между мышлением и мысленным. И формальный логик он готов характеризовать именно на том основании, что она занимается формой не мышления, как деятельности, а формой мыслимого, как такового. Вот такой вот первый принцип. И, значит, дальше у него что получается? Ну, он один из первых авторов, который начал тут же отвергать категории Канта как основание логики. Надо сказать, что это не оригинально, хоть мы говорим, что Канту фундаментарен и основатель, например, для всей немецкой философии 19 века, но все интересные авторы, писавшие по логике, почему-то со списком его категории по разной причине не соглашались. Но тут такое любопытное наблюдение, что вот почему-то они считали необходимым написать отдельную главу о том, почему они не согласны с Кантером. То есть Кантерский подход по-прежнему оставался таким Домиеновичем. Вот, значит, Гербард отвергает его в том числе и потому, что все содержание логики, это вот то, что относится к сфере мыслимого. А в сфере мыслимого вот это вот выделение, деление суждения, например, по отношениям, становится неактуальным, потому что это вот то же самое содержание, просто оно по-разному оформляется. Но особенность многих авторов XIX века, что с точки зрения того, что мы сейчас знаем, это вот постоянная недоговоренность. Потому что когда он переходит в теорию суждения... А нельзя было это потом сделать? Нельзя, у них там начало, сейчас. Нет, давайте прохляться. Никогда заранее нужно было сделать. Как-то вы сказали, научник. Мне не зависит. Последи пленарного доклада... Не знаю, что там было назначено. Не, если давайте нам просто сейчас пленарный доклад. Мы не будем это обсуждать с вами. Пожалуйста, держите себя в руках. Да, не, вот это наглядная иллюстрация, как раз обсуждение. Там он возвращается к трактовке, его ключевую роль опять начинает играть, потому что это все-таки не это действие мышления. Действие носит какую-то ключевую роль, а не просто абстрактное содержание. Вот, ну, вот что он пишет по поводу... С одной стороны, да, мышление — это вот, ну, красивая у него метафора, некая полоска, которая сводит понятие в одно место, только занимается не устройством конструкции этой полоски, а тем, что она не возит. И когда вот эти понятия появляются предсветом сознания, мы должны принять решение о том, как они друг с другом соотносятся. Вот, но тем не менее, видите, вот вторая цитата, суждение — это ответ на вопрос, то есть это все-таки действие. Вот, то есть в теории суждения потом немножечко вернемся, еще кое-что достойное внимания там все-таки было. Но вот это вот первый большой шаг, на мой взгляд, это отделение акта от содержания, оно происходит и Герберт. И вообще, значит, если отвлечься от алгебраического развития логики, как оно происходило в Британии, то, что происходило в философской логике, как правило, было связано вот с этими различиями. То же самое дело Бальцана, которого в этом докладе придется оставить в стороне, потому что на процесс повлиял очень опосредованно и косвенно. Лотцы, все, что было в школе Герберта, в школе Британа. В общем, все интересные факты, авторы, все интересное происходило благодаря вот этому различию. Потому что когда вот выделяют люди содержания, то все интересные, все возможные преобразования делаются именно внутри содержания. А вот эти вот акты кантианские, которые жестко поделены по категориям, они все друг к другу ни в коем случае не сводимы, потому что реализуют разные функции мышления. Поэтому нельзя, например, как мы сейчас в алгебре высказываем, легко делаем, преобразуя, выражая визуинство через импликацию, в строго кантианском подходе, где там вот эти акты мышления рассматриваются, и сам этого делать ни в коем случае нельзя. Ну то есть можно, но это такой бессмысленный спорт, который не раскрывает тайну человеческого духа. Потому что вот то, что мы можем делать гипотетические суждения и категорические суждения, это возможно благодаря тому, что у нас вот есть разные функции мышления, которые друг к другу не сводим. А если мы все это делаем содержанием, то как каратес, какие там функции мышления, вот там внутри можно там чего-то преобразовывать, чего-то делать. Отстает. У меня здесь следующий слайд, а там предыдущий. Надо как раз оглядываться. Да. Почему? Это Тум, это Тум наполдовал. Нет. Да, было бы не было там. Да ладно. Дальше, следующий автор, вот тоже его влияние немножко подспудное и недооцененное, но без него неизвестно, что бы там было. Джон Стюарт Милль, который больше известен как адепт индуктивной методологии, автор двухтомной системы логики, но все-таки индукция у него там, да, большая часть этой системы логики, весь второй том и последняя часть еще первая. Но то, что он в первой писал по поводу дедуктивной логики, оно оказало влияние, ну, сейчас оно забыто, да, но на тот момент Милль был наиболее цитируем у автора во второй половине XIX века, в том числе и среди германоязычных философов. Вот. Так вот у него вот эта вот вещь происходит, вот то, о чем я говорил, по поводу теории суждения. Ну, я не знаю, имеет смысл, что говорить то, что тут нарисовано, да? Вот он эту мысль еще более акцентивно проводит, чем германо. И здесь, вот я во второй цитатке в стопку добавил, да, это я от себя тем не стал заниматься, я взял русский перевод 1865 года под редакцией Петра Лаврова, я не знаю, что значит перевод под редакцию, то ли сам Лавров переводил, то ли у него там команда рабов была. В общем, в русском переводе цитата звучит так, он там перевел и систематически переводит пропозишн как предложение, хотя в английской, в англоязычной литературе за этим термином немножко другая история, это не совсем точно переводить это дело как предложение, но смелее пошла модификация употребления этого термина, потому что до него в поздней схоластике, в Оксфордской, и вот у Эдли, с которого началось развитие логики в Британии в 19 веке, пропозиция называлась просто суждение, выраженное в словах, но особенность британской логической традиции в том, что она все-таки работала с языком, вот чисто мышление, там как-то они не хотели это воспринимать, и поэтому там были не столько суждения в логике, сколько пропозиции, и непонятия, и термины. начиная с линия, и вот до сих пор у многих авторов, у большинства это встречается, пропозиция это вот все-таки содержание какого-то действия, какого-то употребления, еще чего-то, но вот это началось с линия, до него такого вот не было, то, что пропозиция это вот именно суждение, я говорю, мыслительный выписывал, это ментальный документ, это первое, вот. Но опять, та же самая непоследность, которую я уже упоминал в связи с Гербертом, которая характерна для всех авторов того времени, у всех остается какая-то недоговоренность, то есть вот эти вот мысли у многих происходили на уровне герменевтики, на уровне философии и логики, но техническим таким следствием оно, как правило, не приводило. В лучшем случае, на уровне некоторых очень таких тонких остроумных наблюдений. Вот у Фреги и Рассова уже привело, у них там уже не просто философия, они как что говорят, а оно у них тут же технически реализуется, они психологизм не просто критикуют, но у него есть критики психологизма, и тут же получается какой-то аппарат. А тут вот он, говорят они какие-то лозуги, да, хорошо, красиво, а дальше там, в общем-то, ничего не происходит. Теория суждения у него такая же, как и везде. Просто мы это будем понимать вот так, а не так, как все остальные. Ну, то есть то, что он там про термины придумал оригинальную теорию генотации и коннотации, через которую все объясняют, там у него нет, допустим, объема содержания, как уже было везде в континентальной логике, вот он без них обходится совершенным. Но когда я переходит в суждение, то там ничего нового не появляется. То есть он их истинность и ложность и отношения между ними тоже просто объясняет в терминах генотации и коннотации. И содержание, вот эта вот пропозиция, в отличие от суждения, от джазми-то, да, просто она объясняется, как содержание, состоящее из содержания термины. То есть к техническим дальнейшим изменениям оно не приводит. А вот следующий автор. Вот тут.